Там 06, увеличение. А нельзя? Нет, только когда листаю старинные изображения пароходов, старинные фотографии малых городов, на которых большое количество мельниц, большое количество торговых судов, пристаний. И вот эта жизнь, которая кипела на берегах, она, конечно, сделала новый виток, новый толчок для развития городов на Волге. Потом этому движению помешало, или... Ну, это новый этап был, железнодорожное строительство, когда перехватило инициативу. Но вот в истории России был красивый период, связанный с рекой. И мне кажется, что этот красивый период, он вот как раз сейчас и наступает. Мне кажется, что вот именно магия реки, магия воды, ну, любая стихия, ветер, вода, воздух, огонь, они манят к себе любого человека. Особенно человека, который измучен городской суетой и бытом. Он, конечно, высоко ценит то спокойствие и тишину, которые дарит природа, река и малые города. А у меня уже потянуло на лирику. Вон, смотри, как красиво, перекат, коряги. Все очень замечательно, все очень красиво. Леонид, где мы с тобой плывем? Что за эта речка? Почему эта речка до сих пор не открыта для людей? Такое сокровище. Я такие речки видел только в самых красивых фильмах Discovery, BBC. Мы сами живем в Рескопосаде и сами по ней. Редко кто катался, я бы сказал. Но я точно не катался еще по ней. Да, единственное приключение – это переход по висячему мосту через нижнюю сундырку. Более прогрессивные могут бросить монетку с моста. А вот так на лодке. Ну, это весенняя вода, потом она, конечно, уходит. Ну, а пока подниматься и спускаться можно. Леонид, а вы были в Венеции? Конечно, нет. Вот мне стыдно сказать, что да, но я скажу, почему-то мне здесь милее. И не потому, что я такой пафосный, там про надо любить свои края местные, там еще все вот это. А я вот про какое-то... Я не могу передать это. Там, да, красиво, интересно. И романтика в одном. А там, наверное, просто романтично. А главное, там куча народу, а тут... Му.